Всем привет! Вы на программе «Всё или ничего» с Торсом Лайфом. Мы сегодня в студии у Ани Пятибратовой. Анечка, привет тебе! С днём рождения! Спасибо! Прям желаем тебе счастья, здоровья. Прям здоровья крепкой, чтобы у тебя в бизнесе всё было. Да, у тебя столько на плечах дел, которые надо вывести. Так что здоровьете в первую очередь. Расскажи нам, пожалуйста, откуда ты приехала, с чего вот это всё началось, какие-то моменты жизненные услышать, вообще сложности в твоей жизни. Я много чего уже послушал, и хотелось бы, чтобы все послушали. Вообще я родом из маленького города Челябинской области, город Снежинск. Не знаю, можно ли говорить эту секретную тайну. Это город, где делают ядерные боеголовки. Да, этот город закрытый, туда можно заезжать только по пропускам. И это такой мир обособленный, в котором на самом деле, мне, наверное, в классе уже в восьмом стало скучновато, потому что три улицы, пять людей, и я их всех знаю. И ты что, решила уехать? Да, вообще я захотела уехать уже в четырнадцать, после девятого учиться на парикмахера, но мама сказала, что несерьёзно, зачем? У нас экономисты, юристы, какие парикмахеры. А скажи, а ты послушала родителей? Ну да, пришлось. Мама у меня, для меня авторитет не в плане, «Я её боюсь» или её слово «последнее». Просто для неё это было переживательно, уехать в Екатеринбург или в Челябинск. Поэтому, ну, чтобы мама не переживала, пришлось остаться. А как ты считаешь, сейчас, в данный момент, надо было слушать родителей? Нет. Нет? А в твоей жизни как-то помог вообще экономическое образование? Образование? Я думаю, помогло мне эти пять лет быть в институте, да, и ничем не заниматься, так скажем, да, и работой. Ну, мне кажется, я мечтала очень много на парах, которые мне были неинтересны. Вот ты закончила, что у тебя вот пошло? Вот сразу же образование, после образования ты по профессии начала работать? Нет. Я устроилась в ауди-центр. Ауди-центр? Да, в ауди-центр. Что там дело? Машина делала? Нет, я сначала была администратором. Через месяц я поняла, что это не моё совершенно. И написав заявление об увольнении, генеральный директор вызвала меня и поговорила. Спросила, чего я хочу, если уж не администратором. Я сказала, машину продавать. А как же образование? Всему можно научиться? Ну, у меня какое-то такое отношение, что, правда, всему можно научиться, то, что тебе нравится и чего бы тебе хотелось. Меня сделали ассистентом, повысили, да, такая карьера пошла. Но не договорились мы потом с генеральным директором. Как-то не сошлись характерами. Ну, ты вот всё-таки шла такой с позитивом, вообще всегда верила, что у тебя всё будет хорошо. Но вот как ты вот пришла к такому, что я хочу делать макияжи, прически? Я бы сама не пришла, если бы не моя подруга. Ну, вообще всё, так скажем, все события начали мне говорить о том, что надо искать своё я, да, то... Себя, да. Да, кем я являюсь, кем я хочу быть. Три года я не работала вообще, я путешествовала, да. Финансовое положение моего мужчины позволяло это мне. Но наступил момент, когда я поняла, что я не смогу ответить на вопрос, кто я. А кто я? Просто красиво молодец. А почему такой вопрос возник? Вроде как бы всё хорошо, деньги есть, тебя обеспечивают вообще. Да, всё прекрасно. Не знаю, возник у меня такой вопрос. Мне захотелось, вот если вдруг я буду знакомиться вообще с людьми, в принципе. А ты разговаривала вот с своим мужчиной, что я хочу что-то своё, деятельность какую-то? Ну, да, наверное, как у любой девочки. Ну, может быть, салон красоты. Он поддерживал тебя? Я даже полетела в Москву учиться в бизнес-школу. Был курс трёхнедельный, как открыть салон красоты. В конце курса преподаватель, который открыл там салоны красоты по Москве, по России, ему задали вопрос, стоит ли, выгодно ли и вообще интересно. Он сказал, нет, у меня полное, даже не думайте, это он сказал. Но твоя мечта всё равно хочется сделать, да, вообще реализовать? Ну, как-то я вот туда стремилась почему-то. Окей, магазин, но тоже, да, какие-то моменты, это же всё баловство, да, ты представляешь себе какую-то картинку, что я бизнес-леди, и всё так здорово, я просто буду заходить, брать эти вещи или укладывать волосы, и все мне улыбаются, и всё здорово. Я ещё деньги забираю с кассы, да, и все счастливы. Но когда ты сталкиваешься с вопросами документации, юриспруденции, там, я не знаю, бухгалтерии, да, вот эти все для меня вообще страшные. Ну вот скажи, вот ты вот задалась этим вопросом, и что вот дальше, вот как у тебя вот этот процесс открылся для тебя, и как ты поняла, что я хочу этим заниматься? Я начала читать книжки. Я начала читать книжки, как получить то, что хочешь, да, или вообще, как устроен наш мир. Это в отношении вообще? Да, да. Меня начало интересовать, почему у кого-то всё, у кого-то ничего. У кого-то исполняются мечты, да, какие-то заветные, у кого нет. Почему, ну, так жизнь устроила кто-то в бедноте, да, а кто-то в богатстве. Правда, стало интересно. Ну, не знаю, гонки за деньгами, как за бумажками её не было, но хотелось уровень жизни, хотелось, да, потому что я из обычной семьи. А разве в отношениях не было вот уровней жизни, неужели? Это же его деньги. То есть он как бы... Да, нет, он мне дал очень много. На самом деле он мне дал больше понимания, что есть деньги, что есть бизнес, потому что человек был у меня старше, и глядя на него, у него многомиллионный бизнес, и этот человек каждый божий день с понедельника по пятницу с 8 до 7 работал. Я задавала вопросы, почему нам не полететь в Париж завтра? Он говорит, у меня работа. Я говорю, да, блин, у тебя такой штат людей, у тебя уже всё есть. Почему? Он говорит, я люблю её, я её обожаю, я без неё жить не могу, и если не я, то кто, да? Лучше, чем я, никто не сделает. Ну, у меня... Мне это было непонятно долгое время. Мне много было на его встречах каких-то серьёзных, тоже половина... Для тебя это больше уроком было, и слова, а вот я вообще сыграла. Ну, конечно, в подкорку закладывалось, что ты делаешь всё сам, и получается хорошо, да, и... Ну, вот после этого, вот ты вот поняла, что я вот хочу своё открыть, или что-то своё делать. Как у тебя процесс пошёл, что ты первый макияж делаешь, что вот ты сделала, как это вот... В поисках того, что мне нравится. Читая книжки, да, я в книжках вычитала, что надо делать только то, что нравится, и то, что тебе хочется. А как вот ты поняла это? Удовольствие. Это же так сложно, есть люди, которые сидят, думая, вот я хочу что-то, но я не знаю, это моё или нет. Ну, вот как ему понять, что он хочет? Пробовать, пробовать, да, методом пробую, выяснять. А ты сразу вот поняла, что ты хочешь? Нет, я ничего не поняла, вообще сразу. Я, значит, мучилась, мучила своих ближайших друзей, да, что мне делать, кто я есть, чем позаниматься, деньги есть, можно что угодно, да. Но не хотелось просто там куда-то их потратить, да, никуда. Мне моя подруга Воля говорит, визаж так модно, сейчас это такая тема, я говорю, что это вообще, губы красить, это так несерьёзно. Ну, я была одной из тех девочек, которая тоннами покупала косметику, просто потому что красиво, да, там все эти бьюти-блогеры начали выкладывать видео на YouTube, я тоже их смотрела. Поехала, это просто был just for fun, да, в Екатеринбург учиться. Всё-таки ты решилась попробовать, поверила в это? Нет, просто решила попробовать. Так случилось, что я её услышала, да, потому что она мне близкий человек, и почему бы не попробовать? На тот момент у меня не было выбора вот там огромного, да, поэтому попробовать, почему бы. И вот ты попробовала, и что у тебя дальше? Как у тебя пошёл, как ты поняла, что ты хочешь этим заниматься? Причём, как я понимаю, что для тебя это не было какой-то мечтой, и ты считаешь, что это, ну, на тот момент ты считала это не настолько важным вообще для женщин, да, вообще? Каждая женщина, по сути, сама должна это кратить и уметь, да, вообще? Как ты это себе представляла вообще? Да, да, не обязана никому. Просто так получилось, что на первом же обучении, на практике всё получилось вот так. Преподаватель был в шоке, ну, как бы это ни звучало, да, и хвалила меня, и модели начали ко мне записываться. Записываться. Екатеринбургей. Мне, да, я обучаю, у меня практика, они ко мне записываются по две, по три, я делаю очень быстро, и я делаю, опять же, в удовольствии. Мне было без разницы, что там за растушёвки бабочкой или там банан, вот эти ужасные страшные слова. А вот скажи, а тебя мужчина так легко отпустил уехать, где-то куда-то учиться? Ну, меня сложно не отпустить. То есть ты изначально, вот у тебя есть такой стержень, и ты всегда сама решала вообще. Вот скажи, как вот ты отучилась, и ты поняла, что вот ты этим хочешь заниматься. Как твой мужчина на это отреагировал, что у тебя будет свой бизнес такой? Он очень долго смеялся вообще, потому что, ну, для него было что, губы красить, ну, как бы, окей, развлекайся. Я начала развлекаться. Вот как ты считаешь, вот надо слушать вообще всё-таки своего мужчину? Надо ли кого-то слушать, надо своё сердце слушать, это сто процентов. Всё остальное... Но это же мужчина твой. Если он меня любит, он меня поддержит. Если он меня не... Я же не куда-то там вообще с ума сошла и занимаюсь непонятно чем. Ну, я развиваюсь, я что-то хочу достигнуть, как-то себя в этом мире найти, да, поэтому странно не поддерживать, когда у человека есть стремление. И очень странно, когда родители не поддерживают какие-то хотелки детей, да, потому что, блин, мы не знаем, а вдруг это, я не знаю... Это вот то, что надо, мечта, да, которая вообще... Да, да, и человек будет счастлив, твой ребёнок будет счастлив. Ну, моей маме сложно, да, винить в том, что она там не услышала меня в 14, да, что я хочу быть парикмайдером. Но всё-таки раньше другая закалка была вообще, и я думаю, это большую роль играло. Мы, наше поколение, я думаю, боремся с этим, да, с тем, что было в 90-е. И очень много тренингов и книг сейчас написанных и проводимых тренингов направлено на избавление от веяния 90-х. Ну да. Да, вот сейчас с чем сталкиваюсь, это действительно так. И сейчас моя мама начинает меняться, потому что я её очень сильно лечу от того, что ей заложили когда-то там, да. Вот расскажи вот первый твой опыт уже в визаже, который уже было, тебе надо было уже за деньги делать. Я бы, знаешь, я бы рассказала путь к первому визажу за деньги. Это было очень для меня важно. Важно почувствовать, что я действительно делаю что-то достойное. Я очень много училась, ездила по мастер-классам, ездила даже в Пермь, на поезде туда-обратно, потому что по датам... То есть ты не останавливалась вообще? Мне это понравилось. Причём ты... А, уже понравилось. Уже понравился просто сам процесс. Не думая о деньгах, я вообще не собиралась этим зарабатывать. Мне просто понравилось творить и видеть, как преображается, да. Девушка. Много училась. Перекрасила всех своих подруг на все тусовки, мероприятия, праздники. Вообще всё, что можно. Они счастливы до безумия были. Блин, круто. Ну а вот сколько у тебя вот школ было? Я, насколько знаю, многих визажистов вообще, они, не знаю, один раз куда-то сходили или по ютубу научились вообще? Учили, что все визажисты. И уже визажисты. Вот сколько ты училась вообще? Да, один раз урок на ютубе посмотрели. И всё, уже профи. Кисточки купила, помаду тоже, и всё круто. Целый чемодан, и всё прекрасно вообще. Да много было обучения и в Челябинской школе, и в Москве, ну много. Ну для меня на тот момент это было постоянно учусь, учусь. И очень было много практики. В течение полгода я просто красила. Просто всех безвозмездно, в удовольствии, с удовольствием, с диким желанием вот что-то создать. А вот первая реакция, когда тебе сказали, сколько это стоит? Нет, было по-другому. Я цену сама поставила. А, да? И уже не было вопроса, сколько это стоит. Случилось так, что я решила уйти из отношений. Ну и, собственно, я такая... А уйти почему? Потому что не поддержали тебя? Ну, там и свои моменты были, и уже поддерживать перестали, потому что я всё время в этом. И как-то... Ну, у меня такой характер, если я чувствую в себе силы, у меня сложно контролировать. И контролировать там хотелось. Всё. Я такая сама по себе. Надо работать, надо что-то делать, надо какую-то цену выставить, да, своему труду и той косметики, на которой я работаю. Ну, очень важно не сдаваться, когда ты расстался и не начинать плакать, а что-то начинать делать. Вообще, на самом деле, надо не бояться расставаться, если ты этого хочешь. Я, правда, так считаю, блин, ну что, он последний, первый или... Как и в работе, в принципе. Ну, в плане, я не знаю, конечно, если это любовь всей твоей жизни, другой... А как определить это вообще, любовь своей жизни? Нет же гарантии вообще, в принципе. Не знаю, ну, надо, конечно... Ну, хорошо, а ты вот рассталась и вот ты поняла, что ты одна, тебя больше никто не обеспечивает вообще. Какой дальнейший шаг у тебя был? Не было такого, всё, я ничего не хочу, что мне делать вообще? Нет, я начала искать все пути-выходы, как бы мне начать вот это своё дело. И воле случая, я вообще считаю, что когда ты посылаешь какой-то сигнал в космос, космос тебе ответит, если это позитивный сигнал, да, и такой с позитивным настроением. Мольба о помощи, да, помогите, спасите, я такая несчастная, да, о, господи, я рассталась, и я не буду больше столько денег тратить, и что мне делать, кто-нибудь найдите тот, кто даст столько же. Просто, ну, начать что-то создавать самой. А чтобы что-то создавать самой, надо, блин, трудиться. Движение ради движения. Это ежедневная какая-то работа над собой, над своим настроением, над своим настроем, и вера в то, что всё будет круто. Если не будет веры, что всё круто, лучше вообще ничего не делать. Ну, это очень важно, именно вера вообще. Да. В первую очередь вообще. Вера, Надя была. А вот скажи... Мой любимый девочек. А вот скажи, ты студию открывала или нет в Челябинске? Это я потом уже пришла к этому. Я начала работать с крутым фотографом, она была достаточно известна. Я один раз ей показала, на что я способна, она начала меня рекомендовать. Я выставила цену, и опять же, для меня это было какое-то вот дикое удовольствие и реализация себя. Ну, вот начинающим визажистам вообще, ну, и в принципе вообще людям, которые хотят заниматься этим, да? Что-то свое, да? Вот ты говоришь, я нашла именно фотографа, который очень крутой изначально был, да, вообще? Да. Вот как ты его нашла? Потому что многие, например, боятся кому-то написать. Опять же, боязнь, боязнь чего? Что это вообще за... Ну, вдруг не ответит, это крутой же фотограф, я кто? Ну, не ответит и не ответит. Есть еще один крутой фотограф. А вот как у тебя, прослушала? Тебе сразу фотограф ответил? Тебе ответила, да, потому что это было воскресенье, утро, никто, видимо, бесплатно не хотел работать, а я такая, я хочу, я буду, окей. Ну, у нее, видимо, никого не было. Вообще, я считаю, что все звезды сходятся так, как тебе нужно, опять же, когда позитивный настрой, когда ты идешь к своей цели, когда ты свято веришь, что тебе ответят. Изначально такое. Это прямая взаимосвязь, если ты не веришь, что тебе ответят, тебе не ответят, тебе не ответят. Если ты думаешь, что тебя бросят, тебя бросят. Если ты думаешь, что ничего не получится, ничего не получится. Это 100%. Крутяк. А ты вот начала с ней работать. А вот как, у тебя потом после нее начали заказ поступать? Да, она рекомендовала меня. Опять же, хотела сказать, люди смотрели мою работу, у меня работы не было вообще. Вот как вот, вот как у тебя, вот, авторитетное такое мнение, да? Понравилось, как она работает. Ну, получается так, что если ты хочешь успеха добиться, надо более авторитетного человека найти? Авторитета надо, в Сочи точно, в Сочи надо найти, чтобы у тебя все было хорошо. Ну, вот какой вот такой сфер. Во-первых, я всегда была не согласна на что-то меньшее, или на что-то простое, или такое скромное. Я всегда, у меня такая, какая-то, не знаю, позиция, я хочу хорошо. Да, не знаю, от мамы, может быть, у меня мама всегда мне старалась, работая на трех работах, дать все, на тот момент на нашем уровне дать все самое лучшее. Да, я никогда не чувствовала там, что нет денег, или чего-то мне нельзя, был комфорт. И настолько это было как-то в паре с тем, что надо трудиться, чтобы это было, потому что я видела, как трудится моя мама, да? Но, опять же, я не хотела трудиться и, грубо говоря, лакать в подушку. Ну, ты, в принципе, не из богатой семьи, если мама работала, аж на трех работах вообще. Но я не хотела, как мама, работать на нелюбимой работе. Вот это для меня было самое главное. Вернемся к тому, что... Нужно ли найти авторитет? Да. Вот очень важный момент, потому что, ну, многие начинают этим заниматься. А почему нет? Почему бы не поставить себе самую высокую планку, скажет нет, чуть-чуть пониже, да? И кто-то вот здесь все равно ответит тебе взаимностью, нежели где-то там начинать, и потом очень сложно, мне кажется, поднимать и себе планку вообще в голове того, что ты хочешь. Я вообще не представляла, как 500 рублей за макияж, в смысле, я училась, я знаю, сколько это обучение стоит, да? Я могу посчитать. У меня очень дорогая косметика, и я делаю круто. То есть ты планку такую сразу поставила, и меня, грубо говоря, не волнует вообще. Я цены ставлю, вот, как я вот отучился, ты полностью все считаешь. Это не самоуверенность, это, ну, такая уверенность в том, что ты делаешь. Опять же, я же тоже клиент, да, в стоматологии, в магазине, там, где я выбираю одежду. И если я хоть чуть-чуть чувствую, что человек не уверен в том, что он продает или говорит мне, я не буду это покупать. Ну, не знаю, у меня есть такое чувство, что как-то ты... Вот согласись, вот на тебя смотришь, ты, я думаю, я уверен, что каждая, наверное, девушка, если на тебя посмотрит, сразу захочет такой же макияж вообще, потому что девушка ухоженная. Это то же самое, как ты приходишь в магазин и смотришь вообще, когда тебе советуют девочки, которые, да, вообще не ухоженные, в принципе, одежда непонятная. Как она может советовать? Как ты считаешь, вот это важный момент? Я считаю, что, конечно, мы встречаем по одежке, но как иначе? Я такая неухоженная, не накрашенная. Я сейчас сделаю из тебя красотку. Ты из тебя ее не можешь сделать, как ты из меня сделаешь красотку? Либо, ну, окей, ладно, в магазине они одеваются все классические, ну, не знаю, какой пример. Стоматолог. Я смотрю ему в рот, когда он мне что-то говорит. Если я вижу несоответствие тому, что он мне говорит, я скажу, я подумаю и, может быть, вернусь. А как ты вот поняла, что ты хочешь в Сочи? Долгий путь к пониманию был, конечно. Ну, живешь ты себе и живешь в своем городе, да? Ну, как бы, у тебя есть квартира, у тебя есть машина. Почему вот Сочи? Вроде как бы город такой, не ближний вообще с Челябинском. Челябинск вообще что близко там? Мясо. Чернобыль. Чернобыль. Там вообще выбор-то невелик. Честно, виной Екатеринбург, конечно. Я очень долго была мастером по выезду, ездила по квартирам, делала девушек красивыми, приезжала в отели, да, невесты. Кстати, что немаловажно, я на самом деле это вспомнила, почему-то у меня это забылось. Вот эта карьера в Челябинске была построена в очень нехороший, ну, для девочки период, ну, вообще для человека. Я целый год была в операциях на зубы, почему я вот стоматолога, это у меня такая больная немножко тема. Операции были серьезные. Пересадки десны, там, ну, страшные эти вещи, наращивание кости и, скажу это там, вставные зубы, да, и это все было очень неприятно, это был стресс. Я порой просыпалась с опухшим лицом, я была очень долго вся в синяках. А как ты боролась вот с этим? Я работала в маске, да, я сидела на обезболивающих, ну, это вот прям с декабря по декабрь весь год я не могла питаться спокойно, я не могла твердую пищу вообще употреблять, ее было больно и нельзя даже, да. Ну, а как вот бороться, вот девушкам вообще видеть себя страшной с утра, у них же сразу начинается вообще поддергивание. У меня прыщик, господи, я никуда не помню. Вот как ты вот с этим борешься вообще? Я понимала, что я хочу, я хочу поехать к этой клиентке, и операции же были там раз в месяц, и я реабилитировалась, да, но я же записывала людей, я хотела продолжать то, что я начала, да. У меня тем более это получалось, рост клиентской базы был очень быстрый, финансовая ситуация тоже меня очень приятно удивляла, так скажем, потому что я думаю, блин, макияж я делаю в кайф, еще и деньги получаю, круто. Ну, скажи, за этого сколько ты получала в Челябинске? В Челябинске? Ну, в среднем месяц до 100 тысяч. До 100 тысяч? Да, причем запись-то моя, я работала 2-3 дня в неделю, по 2-3 часа. Кто мог подумать, в общем, макияж делать и зарабатывать? Да, я, ну, блин, везде. Кто-то на заводе работает. В офисах у вас зарплата 25, и вы ненавидите своего начальника. Аня, сейчас ты раскроешь секрет, все женщины же уйдут с работы вообще. Пусть уходят, если нелюбимая работа, пусть уйдут, ну, правда, зачем жизнь одна? А как ты не считаешь, что вообще сейчас все уйдут и начнут макияж делать, а что, что будет? Нет, ну, подожди, макияж это не для всех, во-первых, да? Во-вторых, не всем это нравится. В-третьих, как ни крути, останутся те люди, которые будут нам привозить суши, не знаю, привозить цветы, все эти потрясающие доставка там, да? Кто-то, у кого-то призвание быть мамой, и это... Заложное. Да, удовольствие, просто сейчас мамы такие молодцы, что они из этого делают бизнес, да? Да, это мамы-блогерши, они потрясающе выглядят. Особенно в Сочи. Да, они пишут полезные советы, это круто. Они остаются мамами, они остаются в семье, они занимаются любимым делом и зарабатывают деньги. Круто. Вот если каждый найдет свою нишу, свое место, мне кажется, мир будет прекрасен. Вот скажи, вот ты начала, в принципе, хорошо зарабатывать, а ты все-таки... Хорошо, нормально. Для Челябинска, насколько я помню, я тоже оттуда... Ну, да, для Челябинска это было очень... 100 тысяч, по-моему, очень даже неплохо, вообще. А вот ты решила студию свою открыть или ты считала неважным вообще студию открывать? Потом я пришла к тому, что я теряю клиентов от точки А в точку Б, нужно доехать, это время. Я начала, ну, немножко мыслить... Ценить свое время. Да, как математик, да, я думала, а здесь еще две клиентки, они звонили, они хотели. Почему бы на потраченный бензин, не теряя клиентов, открыть какой-то свой уголок? Была маленькая студия, это была комната в трехкомнатной квартире. Мы сделали с подружкой там ремонт, закупили там какую-то мебель, технику и начали работать. Ну, ты много на это потратила вообще? В денежном эквиваленте? Да. Да нет, тысяч, наверное, 50. 50 тысяч, и у тебя студия, и ты будешь зарабатывать в месяц 100 тысяч вообще. Да, да. Я начала зарабатывать 130. Сейчас мужики пойдут вообще сразу макияж делать. Да, на самом деле смешно, когда с мальчишками разговариваешь, они такие, блин, что-то я не тем занимаюсь. Как так, за час 5 тысяч, а за час 15 бывает, в смысле? Ну, и вправду, это кто-то кирпичи тащит там тысячу рублей в сутки зарабатывать. Ну, потому что учился. Согласен, но ты же не училась вообще, ты же потом перешла вообще на такой уровень дороже. Я училась на товароведа, эксперта по товарам, но сейчас я круто прочитаю состав на молоке или на йогурте. Не, ну я считаю, что мотивация здесь не только женщинам и мужчинам, конечно же, потому что многие сидят дома, как сегодня мне подходит, мужик говорит, дай мне позвонить вообще. Я говорю, иди положи деньги и позвони, с чем проблема? У меня нет денег. Иди работай. Ну вот как бы, вот, вот, как бы пусть на тебя, да, вот смотрят вообще. Да, вот это, мне кажется, проблем в России нет. Ну, вообще, оглянуться, да, и можно, я не знаю, составить список или как-то подытожить на сегодняшний день, доволен ли ты своей жизнью. Есть куча тестов, да, как ответить на вопросы вообще счастливые. Тебе это помогало вообще? Ты такие делала вообще тесты? Я вообще, у меня горе от ума, я не останавливается мозг, я сама с собой разговариваю и иногда, Ань, ты довольна вообще тем, что произошло сегодня? Хочешь ли ты так завтра? А что будет через год? И постоянно эти мысли… Ты планировала заранее все вообще? Или… А ты писала все это? Нет, все по нафлата. Желание, наверное, писала, да. Были такие моменты, когда писала, там, хочу такой-то, такой-то автомобиль, когда еще его вообще в помине не было. И он точно такой, как был написан. А вот какие уроки тебе помогли на тот момент еще сильнее хотеть больше и больше зарабатывать вообще, цели достигать? Какие у тебя цели были, да, вот уроки? Это даже два вопроса сразу же вообще. Ну, мне точно, как всем, хотелось, опять же, повторюсь, хорошего уровня жизни, да. Ну, это все-таки травма какая-то вообще или нет? Травма? Да. Не знаю. Ну, наверное, глядя, опять же, на маму, да, мне не хотелось, чтобы она работала так всю жизнь, зарабатывая какие-то смешные 20 тысяч рублей. Для меня это смешно. Я могу за три, за одну минуту потратить эти деньги, да, и как бы заметить. Давай все-таки уже к Сочи вернемся, потому что мы сейчас здесь, мы настоящим. А здесь многим волнуют такие вопросы, как ты переехала и с чего ты здесь начала. Здесь как бы сложно все это делать. У меня много девушек-визажистов. Не могу сказать, что такой успех, как у тебя. Поэтому я сейчас с тобой разговариваю. Спасибо. Вообще, на самом деле, никуда я не собиралась переезжать. Все было вроде бы хорошо. Я была в своей струе, да, все развивалось. Прилетает вот та моя подружка Оля, она уже переехала в Сочи. Переехала и переехала, это ее выбор. Вообще, на самом деле, у меня никогда не было кумиров, я ни на кого не смотрела. Ну, у меня есть свое, у меня есть четкое понимание, что хочу именно я. Мы такие в Челябинске декабрь. Все замерзшие, холодные, серо-зеленые. Ну, немножко ненавидим этот мир, потому что Челябинск дает, правда, так себя вести. Свой оттенок. На Челябинску привет, если он меня смотрит. Сейчас пол Челябинска, они все время, я когда кому-то говорю, блин, как вы тут живете, они такие, Ань, ты обнаглела? Ну, живем мы здесь, ну, как бы, не можем же мы всем Челябинском взять и переехать в Сочи. Слушай, уже переезжаю, с кем не встречаюсь, с кем не общаюсь, с кем не работаю, все из Челябинска вообще. Альянская дяга раз меняется на Челябинск. Да, что происходит, отталкиваешься. Как-то так получилось. Ну, потому что там очень много талантливых, там очень много интересных. Да, потому что холодно и серо там, поэтому надо варить сюда. И потихонечку глядя на тех, кто, ага, там кто-то переехал. Ну, вот как у нас это получилась цепная реакция, да. Переехала Оля, она приезжает в декабре, худая, загорелая и дико счастливая. Мы такие все на нее, ты что там вообще делаешь? Она говорит, блин, работы нет, денег нет, вообще так все классно. Мы такие, ну не еще раз так, хорошо, что пьете, курите, употребляете в своем сочинге. Блин, работы нет, я просто бегаю, пальмы, короче, солнце, загораю, все классно, плюс 20, я вообще в шоке. Ну, как бы, когда ты не был здесь, ты это все слышишь, как шум какой-то. Какие там пальмы, это что? В России пальмы? Я даже пальму не видела, да, ну, или там, ну, две они там стоят где-то, может быть. Я даже не смотрела... Декоративные, да? Да, я даже не смотрела, что есть в Сочи. Я так и на нее смотрю. Ладно, мы едем домой, она денег нет, работы нет, собирается на Бали на месяц. Думаю, ты обнаглела, вообще так все вести нельзя. Даже я зарабатываю 100 тысяч, не уезжаю никуда, да, вообще? Да, на самом деле абсурд, да, ты работаешь, ты зарабатываешь, уже намного больше. А вот почему вот в Челябинске все-таки люди сидят, они зарабатывают деньги, они сидят в этом сером и не считают. Нужно немножко потратить и отдохнуть. Да потому что эта серая не вызывает в тебе, блин, желание жить и наслаждаться этой жизнью. Мы едем с ней домой. Ну, там у нас красивые девушки же, это же сторожа, она все равно создает это солнышко вообще яркое. Аня, все уже яркое. Все теперь здесь еще светятся. Да нет, есть красивые, но у многих стоит вот этот из 90-х барьер, блок, это наша зона комфорта. Куда мы сейчас там сейчас попаремся? У нас тут квартира трехкомнатная с видом на Г, да, и на вообще ужас какой-то. А у нас машина хорошая, и вот у жены работа, она в банке, карьеру устроила, мы сейчас все бросим, ну да. Ну, всю жизнь в банке вообще. Это же самое главное. Ты лучше все бросить, блин, и вообще смотреть на меня. А как ты вот решилась бросить все там? У тебя же мама там. Я на волю смотрела и думаю, что тут там надо проверить. Блин. И так как меня ничего не держало, почему нет? Это даже был азарт. Это какой-то новый этап в моей жизни. И когда для меня неизвестность, это не страх. Для меня неизвестность, это приключение, это... Я вообще не экстремал. Да, я мотоциклы, сноуборды. Нет, спасибо. Ну, что касаемо проверить себя и выйти из зоны комфорта, саму себя вытолкнуть. А это первый раз в своей жизни было такое из зоны... Нет, у Снежинска, в Челябинск был выход из зоны комфорта, но он был искусственно создан. Нужно было ехать учиться, да, и поэтому... Это было нормально для всех, для нашего города. Все ездили, поэтому, ну, как бы я не исключение поехала. Типа это норма просто вообще. Такая святая девочка из Снежинска, в Снежинске до пяти утра хоть спи на скамейке, тебя никто не тронет. Это закрытый город, там нет бомжей, там никто никого не насилует, не убивает, там вообще идиллия. Я такая в Челябинске привыкшая, так этому... Свободы, да? Ну, кошелек-то украли. То у девочки, которая с нами жила, ее таксист чуть, извините меня, не изнасиловал. Мы в шоке такие, Снежинска. Так, что-то какой-то другой мир, надо немножко... Адаптироваться. Да, адаптироваться. Адаптировались. Слезы, сопли. Мама, господи, меня обижают как так. А я вообще одуванчиком приехала в Челябинск. Просто все хорошие, все добрые. Мне в Челябинске объяснили, что не так все просто. И я уже все равно заработала какой-то характер и жизненный опыт, да, что... Ну, тут надо поосторожнее. Ну вот смотри, вот Оля у нас приехала, и она замотивировала тебя максимально. Она вообще меня не звала, никуда не тащила. Она просто была той картинкой какой-то прекрасной жизни. Окей. Которой, по сути, ты еще не знаешь, для тебя она прекрасной будет или нет вообще. Да. Ну, откуда я могу знать? Ты знаешь, что будет завтра? Я тоже не знаю. Я могу... Я могу ногу сломать и вот здесь сейчас встать. Не дай бог. Я даже увидела на примере своей собаки. У меня йоркширский терьер. Примере на собаке? Это интересно. Да, да. Я прям провела прямую параллель с тем, как мы себя тоже ведем. Мы, по сути, тоже в природе, да. Когда мы в обществе, мы в дикой природе. Мы так же охотимся, мы завоевываем свое место под солнцем. Мы кому-то доказываем, что мы лучше павлины, да. Самцы борются за самку. Все то же самое. Можно прям вот понять, как животные себя ведут и понять, почему люди себя так ведут в той или иной ситуации. Собака. Я ее так оберегала. Она была маленькая, крошечная. Я ее купила в Москве. И вот ее перелет, господи, стресс. Я шептала ей на ушки, что все хорошо, мама рядом. Я не знаю, целовала ее постоянно. И это было на протяжении трех месяцев. Ее роста и становление ни секунды не отходило. Как с маленьким ребенком. Господи, мама, если меня слышат, не делайте этого со своими детьми. Делайте только хуже. Потому что эти дети вырастают, и мы этих детей знаем. И можно провести анализ, да. Как мама себя вела с тем или иным мальчиком чаще всего. Которые не могут сесть в шнурки завязать. Тут мужчин, конечно, отдельную надо какую-то передачку. Мы отдельно устраиваем. Попробую защитить их. Собака моя маленькая, замечательная, дорогая. Дорогая в прямом и переносном. Во всех смыслах, да. Пописала, покакала, как спала, подавилась. Господи, чтоб с кроватки не упала. На улицу, в общественность, в общество, где грязь, где люди, где шум, нет. Три месяца она у меня была либо на руках, либо дома. Сейчас моя собака асоциальна. Вот прям вот конкретно. Мама ее только-только... Я из тех матерей, которые оставляют детей. Так случилось, да. Ты все-таки оставила? Да, я ее оставила. Мне надо зарабатывать деньги, чтобы ей потом, знаешь, все эти шмотки покупать, возить ее в Сочи отдыхать, знаешь ли, да. Поэтому она в бабушке. Мама только-только ее научила на улице не кидаться на все, что движется. Собака, когда вышла первый, второй, третий, пятый раз на улицу, самокаты, звук дверей, люди, другие собаки по сей день, будь то лабрадор, моя собака объяснит, что опасность, и я тебя сейчас съем. И это такой стресс для нее. Мне ее жаль на сегодняшний день, что она не может спокойно, гуляя по Сочи, идти со мной рядом. Я смотрю, и честно, у меня сердце кровью обливается, когда идет собачка такая идет, гуляет, и хозяйка гуляет. Вы бы видели, как моя мама гуляет с собакой. Она, во-первых, боится, что ее съедят. Мама тоже у меня такая бабушка. И боится, что она кого-нибудь съест. Маленькая вот такая добрая собачка, няшка, дома просто лапочка. Она никогда не лает попросту. Она очень умная, но для нее стресс. Она асоциальна, и это не случится уже никогда. Она никогда не сможет чувствовать себя комфортно. Для нее это дикая среда. Она не понимает, она никогда не была в этом, а сейчас это случилось, а она уже взрослая. Она не испытывала это, она не проходила это. То же самое с людьми. Мы-то с детьми, с людьми, с женщинами в браке, с мужчинами в браке, наверное, тоже, да. Когда ты человеку не даешь совершить ошибку, которую он пройдет сам, набьет, пускай коленки там, да, и сделает какие-то выводы, он больше либо туда не пойдет, либо уже не будет так сильно плакать, да, из-за того, что больно, или там, ну, понятно, больно мы все, наверное... Хотя я у стоматолога вообще говорю, а, режьте. Вообще уже ничего не страшно. Кстати, вот даже по поводу боли. Как-то в меньшей степени я ее испытываю после того, что... Ну вот ты много раз ошибалась в жизни? Я думаю, да, конечно. На ошибках учимся, и только на своих. Ну вот в школе же нам говорят, нельзя ошибаться. Учителя, помнишь такую фразу? Мне не говорили. Я до девятого класса училась на одни пятерки, и если мне стояли в четыре, я подходила и говорю, что-то вы перепутали. Давайте-ка перепроверим. Я решаю, да? Ну, я не была наглой, но я всегда, вот если я твердо знаю и уверена, это у меня еще есть друзья, подруги, я раньше очень любила спорить. Даже не спорить, а доказывать свою вину. Вот если я твердо уверена, все, танком проезжай по мне, я буду стоять, и до последнего говоришь... Вот скажи, я вот, знаешь, у меня сразу же такой вопрос, мы даже немножко отойдем от Сочи пока что. Мне очень сразу интересно стало вообще, как мужчине, девушка, которая вообще такая прям вольная, сильная, не знаю, даже можно сказать, с яйцами такая, зарабатывает неплохо, все крутая. А как вот подойти к такой девушке вообще? Да никак. У нее и так все прекрасно. Вообще зачем мужик вообще? Так и не подходит, потому что здесь лицо херпича, а там яйца. А что надо делать? Ну, правда, так и было. У меня так и было, правда. Мы закончились отношения в Челябинске. Ну, честно, опять же, в открытую два года у меня их не было. А как ты вот считаешь, что это нормально? Нет, надо уметь балансировать. Где вот этот баланс? Ну, я сейчас в поиске тренинги для женщин. Я пришла к тому, что мне 29. Все-таки надо 29 достигнуть, чтобы потом понять, чтобы мужик... А вдруг много мужиков было, которые хороших вообще? Сейчас муж прям был бы прекрасный вообще. Было бы, наверное, да. Уже неизвестно. Я прям вот благодарна судьбе, что я дважды не вышла замуж, когда предлагали. И ничуть не жалею, что в 29 у меня есть то, что у меня есть. Я такая, какая есть. И я не идеальна. Это 100%. И мы в течение жизни должны делать лучшую версию себя. А это труд. Это титанический труд. Не опускать руки, учиться, да, самосовершенствоваться, ухаживать за собой, если я женщина. Да, мужчины тоже, да. Мода меняется. Все успевать. Быть таким универсальным человеком, да, ради себя. Только ради себя. Какой был вопрос? Ну, я к тому, что мужики уже себя мужиками, мне кажется, уже не чувствуют, потому что женщины-то уже мужики вообще, зарабатывали, все прекрасно, машины есть вообще. Мужики, те, которые не чувствуют себя мужиками, они изначально не мужики. Давайте так, честно. Ну, а процесс вообще, что мы, женщины, уже превратились в мужиками? Это покой, это из-за чего? Тут такая сложная, конечно, схема. Ну, потому что хороший пример в данный момент. Ну, у меня случилось так, да. Мне та же Оля. Это просто человек, который рядом со мной очень долгое время и на самом деле думали, что это у нас отношение даже. И вот так не дадутся врать, сидящие в зале. Да, Лен? Где там Лена? Я здесь. Ходили суть даже в случае, что мы с Олей любим друг друга больше, чем подружки. Потому что мы всегда вместе, нам весело. Мы никому не лезем в отношения, мы никого не ищем. Мы просто кайфуем и наслаждаемся жизнью. И как бы все сделали вывод, ну, понятно. Это все-таки неправда. Это неправда. Все услышали. Просто самостоятельность, да. Опять же, характер. Характер, самостоятельность. Ты вроде... Зачем я буду ждать, вот даже что сумки донесут? Мне нужно здесь сегодня и сейчас. Я их возьму и донесу. Ну, неправильно. Но я делала так. И так как я очень много работала, да, выходя уставшая, все равно, любимая работа, но ты устаешь физически, эмоционально и морально. На мне лица не было такого... Ай, на-на-на-на-на. Несмотря на то, что я блондинка. Честно, завидую девушкам легкомысленным. Класс. Все, у них все будет круто в этой жизни. Потому что они не заморачиваются. Не за то, что будет, не как станет. Я красивая и все здорово. И на самом деле, мужчинам это тоже нравится, да, она легкая, не замороченная. А у меня то все, пятое, десятое, инстаграм, мастера, визаж. Тут позвонили, тут не написали, полотенце, еще что-нибудь. Когда ко мне, может быть, подходили или хотели познакомиться, я говорю, что? Ну, это вообще не до тебя. Время нет, да? Вот правда, сидеть кофе пить мне некогда было. Нельзя так. Вообще нельзя так. И я пришла к тому, что нельзя так. И я не хочу прожить всю жизнь одна в одиночестве. Я не гонюсь за браком, как данностью, да. Кольцо на пальце, лишь там в паспорте. Я хочу компаньона, партнера, человека, которому я доверяю, я его люблю. Во мне очень много тепла и любви, да, много энергии. Я хочу это отдавать. Почему я... У меня есть друзья, да их немало. Я создаю что-то, потому что во мне много. И я хочу постоянно отдавать. Но для того, чтобы постоянно качественно отдавать, надо получать. И мне бы хотелось, конечно, и поддержку, да, и... Ну, конечно, ты все-таки девушка, а ты даешь право это вообще делать, поддержку вообще? Или только сейчас я готова уступать вообще, да? Только сейчас я прихожу к этому. Вот на самом деле у меня случилось так, что в погоне за самостоятельностью... Что именно произошло вот это? Я столкнулась с тем, что, ну, грустновато на праздниках, когда все парами. Ну, это не боль, это не депрессия. Зато ты зажигалка одна такая веселая. Ну, да. Ну, и я понимаю, что, ну, я хочу этого, почему нет? Я не волк-одиночка, правда, я очень позитивна. И я за любовь, я, когда я вижу, что реально люди любят друг друга, находят настоящую, искреннюю любовь, это круто. Вы просто проверьте. Это круто. И я иду сейчас к этому. Я немножко закопала свое женское в погоне за самостоятельностью и за тем, чтобы там добиться каких-то высот. У меня, на самом деле, возможно, после тех отношений, в которых мужчина мне все давал, мне хотелось все сделать самой. Неправильно. Можно кому-то что-то доверить. Можно отдать часть обязанности или часть ответственности за твою жизнь. Я еще никому не доверяю свою жизнь в плане, там, за рулем, только сама, там, да, какие-то моменты. Ну, у тебя такое, что только я могу и другой не сможет, да, такое вообще? Вот у меня было такое, да. Вот как с этим бороться? Мне кажется, очень здорово, если нас услышат молодые девушки, да, если говорить о девушках. Да и парни тоже вообще самоуверены. Я только могу, работник мой не может, я за ним сделаю вообще лучше. Ну да, кстати, тоже, да, мужчины теряют какое-то вообще адекватное отношение к отношениям и любви, потому что в работе. Все сферы. Когда баланс есть, по-моему, называется золотое колесо жизни. Нужно поставить процент, когда ты удовлетворен в нескольких пунктах. Образ жизни, любовь, там, по-моему, секс, какие-то достижения. Ну, можно в интернете, да, посмотреть. И прям увидеть пробел. Я считаю, что нужно быть наполненным, полноценным человеком, да, поэтому здесь я классная, там я не очень, и пусть меня принимают такое неправильно. Я хочу рядом с собой видеть полноценного, целостного, такого наполненного человека, у которого со спортом все хорошо, да, никто не говорит убиваться в тренажерном зале, там, да, и посвятить этому жизнь. В достижениях, в хобби, там, да, и он будет понимать, что он и готов какую-то часть себя, времени, своих сил отдавать на любовь. А вот как ты считаешь, что сначала надо карьеру делать, потом замуж выйти или жениться вообще? Можно все вместе. А опять же, да, какую карьеру, не знаю, кто, почему стремится, у всех разные понимания. Ну, ребенок же должен вырасти, наверное, все равно более благополучный, а не так, что вот, по залетам. Ну, пока ничего нет, работа ничего нету вообще. Говорим как есть. Да, ну, у кого как получилось. Главное, вот если человек испытывает от этого кайф, круто, ну, правда. Если кто-то 18 родил, а потом нашел себя в 30, круто. Если моя мама, переехав через два года в Сочи, найдет свое любимое дело, которым она хотела всегда заниматься, и которое будет доводить ее до седьмого не было отчасти, круто. Она заживет еще раз. Она еще не нашла? Нет, нет, ну, она из 90-х куда-то. Рамки, рамки. Но все-таки о жизни... Я маму учу мечтать. Я ее заставляю это делать. Как-то раз... Ну, в Челябинске надо мечтать. Снежинский, Тимур. Я один раз своей маме спросила, мама, о чем ты мечтаешь? Просто разговор дочери, мнение, я не знаю, лет, наверное, 20 было. О чем ты мечтаешь, может, даже меньше? Мама такая задумалась, ну, не знаю, сковородка есть такая, и начинает мне рассказывать. У меня шок, в смысле сковородка. Она говорит, ну, блин, вот ты знаешь, чтобы блинчики вкусные печь. Вот по-любому есть какая-то такая суперсковородка, на которой пекутся обалденные блины. Я говорю, мам, ты вообще в своем уме какая сковородка? Можно пойти купить. Ну, она, наверное, очень дорогая. Да ну, окей, даже она не дороже денег, в смысле мечта о сковородке. И очень долго я слышала мечты моей мамы о том, что, ну, вот бы там, не знаю, цветы посадить в горшок. Ну, а в чем в этом плохо вообще? Она же этим мечтает, она же получает от этого удовольствие тоже. Нет, она не знает другого. Она ограничена в своем сознании, она ограничена в своих мечтах. В 90-е разве можно было о чем-то мечтать? Делай свое дело, трудись, и ты будешь молодец. Вот, сейчас, когда я маме говорю, была у нас ситуация, я у мамы юбилей, 50-летие, я говорю, хочу подарить тебе дачу. Она говорит, это как вообще? Хочу подарить тебе дачу. Ну, блин, это очень дорого и сложно. Я говорю, ты можешь просто, либо искать ее, да, сказать, какую ты хочешь, там, ну, не знаю, написать мне. Она говорит, я не знаю, какую я хочу. Но я всегда мечтала, да, огород, сад, там, у меня мама из деревни, да, огурцы, помидоры. А ты вот не хочешь этого? Огурцы, помидоры. Огурцы я люблю, мне их дарят килограммами теперь. Да, кстати, я видела, что там. Пока я их люблю есть. Не очень, я бы хотела заниматься в огороде. Я ее заставила хотя бы начать искать и представлять. Хотя бы вот ты посмотришь два варианта, да, ты сложишь какую-то картинку, что это тебе точно нравится в твоей даче будущей, это тебе точно не нравится. Спросили, что это? В прошлом, уже в прошлом, уже в прошлом такой. Это рассказы обо мне, где ты? Человек, если ты нас смотришь, ты смотришь всю правду обо мне, в моей студии в Сочи. Если интересно, оставайся с нами. Если неинтересно, иди заниматься нелюбимым своим делом, да? Работать на работе. Вопросов нет ни у кого, да? Есть. Давайте. Так. Так. А какой заработок ты считаешь достойным? Меня? Да. Достойным меня? Сколько ты хочешь зарабатывать в месяц, вот будучи директором салона красоты? Хозяйкой. Ой, господи. Управляющей. А руководь создать? Салон красоты. Генеральным директором. Студия красоты, бьюти пространство. Можно перезадать вопрос? Да ладно. Я поняла, Леночка. Сколько, вот вопрос, сколько я считаю достойным для себя заработок, да? Будучи хозяйкой салона красоты. Во-первых, я перестала формулировать именно вот так свои желания. Во-первых, я не хочу зарабатывать. Я хочу иметь конкретную цифру с шести нулями для того, чтобы ее свободно в свое удовольствие тратить на обучение, путешествие, одежду, еду, подарки друзьям. Блин, это вот мое дикое желание, чтобы дарить самые невероятные подарки своим друзьям. Крутое путешествие, там, не знаю, или часы самые дорогие. Вот она даже и не мечтала, но вот хочет. Вот, блин, это мое такое желание. Формулировка, Лен, не хочу зарабатывать, хочу иметь. Хочу иметь на сегодняшний день то, что я в своей голове допускаю, опять же, с каждым месяцем, годом, с каждым моментом, когда мой уровень жизни растет, мой доход растет, да? Мои запросы растут, потому что мои запросы и расходы почему-то всегда быстрее моих доходов. Но это меня и мотивирует. Честно говоря, это тоже интересная практика, когда ты позволяешь себе то, что ты не можешь себе позволить на сегодняшний день, и все, все классно, все получается. Больше зарабатываешь, да? Да, намного больше. Хочу к концу года иметь в свободном доступе 1 миллион рублей. Есть мысли, как этого достичь. Не просто желание, да, или цель. Это сначала желание, потом я понимаю, какие к этому ведут дорожки, или что мне нужно сделать, как мне к этому прийти. Вот на сегодняшний день, к концу года, в декабре, к декабрю, да, может быть раньше, 1 миллион рублей. Хотелось бы. Записали. Аня нам покажет в этом. Честно говоря, бьюти-бизнес, такая субстанция нестабильная, и в Сочи тем более, ну не хватает половины, по-хорошему не хватает половины. Но я никогда не думала, что буду зарабатывать и иметь столько, сколько у меня есть сейчас. Я вообще не представляла, что вот честно признаюсь вам, что вот это. То есть ты же не ставишь перед собой границей? Как это человек спросил, что это? Если бы мне показали несколько лет вот эту картинку, что я сижу здесь, с ним съемка, да, и сидят люди, которые меня не знают, я бы спросила, что это? И если бы мне объяснили, я бы сказала, а как это вообще? Честно, я бы не поверила, что это реальность. Я бы не поверила, что реальность печататься в журналах. Тебя пишут бьюти-эксперт, ты бьюти-гость, да, ты человек, по признанию конкретного журнала в этом городе, да, на сегодняшний день. С твоим мнением считаются, тебя считают человеком, который может сказать вслух, чтобы его услышали. Это очень круто. Ну вот ты можешь рассказать, как этого добиться? Как все-таки, да? Да, секреты такие вообще. Вот ты открыла здесь студию, это в Сочи уже, ну в центре города. Это же немало стоит? Ну мало стоит открыть студию? Да, или вот недорого это? В Сочи вот это дорого или недорого вообще? Во-первых, нету понятия дорого. У каждого ощущение вот этого дорого разное, да. Кто-то с детства привык к дорого-дорого, то, что для нас с тобой, да. И для него это нормально. А в его, там, я не знаю, организме не происходит вот этого щелчка, да, что это дорого, не могу себе позволить. Могу, все, у меня все это было и будет. Ну почему еще люди, у которых есть деньги, могут спокойно ставить себе высокие планки, да? Потому что у них отношение к деньгам спокойное. И раньше, конечно, если бы я такая помечтала миллион, сама бы себе сказала, ну куда ты, ну правда, ну где ты и где миллион, ну грубо говоря. Сейчас я могу даже аргументировать, почему я его достойна, да. Дорого. Нет, недорого. Ну вот сколько ты потратила вообще, чтобы открыть вот такой салон? Ну, два миллиона. Два миллиона, чтобы открыть. Представьте, она заработала на макияже. Да, это только все мое, заработанное на макияже, заработанное с моей командой. Я думаю, для мужчин это непонятно. На макияже заработать два миллиона, чтобы открыть. Это ты все деньги потратила? Они все спрашивают. Что спрашивают? Давай я вопрос. А, как ты формируешь коллектив? Все девочки в студии очень приятные. Спасибо. Правда, это самая лучшая награда. Это коллектив и вот то, что о нем говорят. Блин, я не знаю, это до слез приятно, правда, слышать не про себя, а про тех, кто рядом. Кого ты порекомендовал, да, или кто в твоем пространстве находится. Как я... Что делаю? Как ты формируешь коллектив? Формирую? Ну, на самом деле, я сейчас в таком активном процессе формирования коллектива. Потому что тот коллектив, который есть, тот костяк, так скажем, да, те мои замечательные, любимые девочки, мастера. Как ты вот им доверила вообще? Они меня поддержали в сложный момент. Они меня поддержали тогда, когда не было еще ничего. Когда я в кафе, правда, мы сидели в Чайхане, у нас почему-то было собрание там, я их посадила и сказала, на сегодняшний день мне вас везти, ну, вот, конкретное место некуда. Но я свято верю, что мы станем большой командой, мы будем обслуживать хорошие свадьбы, мы будем красить, укладывать... Откуда такая самоуверенность? А почему нет? Ну, почему нет, когда да? Ну, я же говорю, никакой депрессии. Даже когда ты сидишь на лавке, блин, можно империю нарисовать себе и двигаться к ней, и правда, и можно очень быстро к ней прийти. А вот подбор вот этих девушек каким образом у тебя происходил? Что они поверили тебе? Я их выбрала интуицией и чувствами какими-то. Для меня это важно. А они вот тоже как-то вот почувствовали, что они хотят быть рядом, что они мне доверяют тоже, они доверяют моим словам. Они просто поверили моим словам и начали трудиться. Мы начали просто ездить, да, как-то друг друга поддерживать. Кто-то из мастеров только-только, так скажем, познакомился с этим бизнесом, вообще с этой сферой. Кисточкой. Да, но я что-то увидела, какой-то огонёчек, какое-то стремление, умение слышать, творческий какой-то порыв, да. Я поверила, и я постоянно говорила, что давай ты сможешь. Сегодня не получается, но по-любому через 33 попытки получится, или через 53, никто не знает. Но точно знаю, что вот эти попытки и дадут тебе и уверенность, и дадут тебе твою способность что-то создавать. Всё, ну, так и получилось. Они остались, мы у друг друга есть, и правда, мы дружим. Все те же, тот же коллектив прям полностью остался, да? Да, вот те, кто с самого начала. Ещё не было у тебя такого момента, как уволить человека? Уволить нет, было такое, что люди сами ушли, но это тоже нормально. И когда мне говорили, Аня, ты не боишься, сейчас клиентскую базу-то идут и идут. Куда? В соседний дом? В Сочи? Ну, смешно, правда. И опять же, уверенность в себе, даже если, если я без этого человека что-то делала, к чему-то стремилась, до чего-то дошла, и отдала ему, правда, искренне душу и сердце, любовь, время, деньги, создала, ну, какое-то рабочее место. И человек меня предаст, это его только карма. Меня, моя карма, значит, от чего-то спасла. Всё? Ну, как-то так. И опять же, ну, не будут все здесь, да? Мы не можем друг другу все нравиться, и я так же не нравлюсь. Я слышу о себе где-то там за периметром этой студии о том, что Аня какая-то стерва, она не улыбчивая или там недостаточно, там, я не знаю. А что ты такого делаешь, что они так... Ну, я не всегда же улыбаюсь, я не всегда в таком настроении, что мне хочется летать здесь и сейчас. Возможно, здесь всё хорошо, но я аккумулирую энергию и как-то держу лицо. Вот скажи, а как у тебя вот процесс происходит? В Сочи очень много визажистов, вообще очень много. Как у тебя вот с этой конкуренцией? Очень много, это сколько? Мне кажется, каждая вторая девочка, у меня, я не знаю, кого я знаю, уже макияж и прическу делает вообще. Я никого не знаю. Потому что ты не хочешь их замечать? Нет, я никогда не смотрела по сторонам, я смотрела вперёд, по своей дороге. Окей, например, кофейни. Вот если бы каждая кофейня, которая открывалась дома, так есть уже три кофейни, зачем я буду открываться? Так три бы и осталась навсегда. Правильно? Но каждая открывается и каждая считает, что она сделает лучше, она сделает что-то особенное. Либо хочу и откроюсь, вне какая разница, что все. И я вообще считаю, что каждому мастеру свой клиент. Наши клиенты, они у нас. Ну вот почему в вашей компании работают со звёздами, а остальные нет? Нет, кто-то работает. Всё-таки работает. Не, ну у тебя вот новая волна, например, ты, насколько знаю, партнёр вообще нового волны. Самый партнёр нового волны. Вот как этого добиться? Работать. Не знаю. Я люблю своё дело до мурашек. Я его искренне люблю. Всё это началось только от того, что здесь и сейчас я хотела создать что-то хорошее. Несмотря на то, что кто-то делает плохо, я сделаю лучше, или кто-то делает хорошо, а я сделаю ещё лучше. Не думая о деньгах вообще. И на своих обучениях я также говорю, если есть цель на этой сфере заработать, то лучше вам этого не делать. Здесь мы создаём, правда, какой-то мир, где девушки счастливы, где они чувствуют себя комфортно, когда они, заходя с какими-то комплексами или проблемами дома, с какими-то вопросами к себе, к жизни, мы их как будто бы немножко решаем. Да, Ариф, спасибо. Сейчас Арифу говынится, того, кто хочет. Сто процентов будет. Всё, да? Вы по себе. Быстро как-то. Мужчинам можно просто быть. Да, просто быть. Так я Арифу говорю, блин, как круто. Ариф вообще, на самом деле, наша охрана тут. Он за Кристиной приезжает и так на улочке иногда стоит, смотрит, кто ходит, кто как смотрит сюда, кто что-то говорит. Мы в безопасности. Всё решается вообще, да? Да. Пойдём. А что я говорила? Отдыхлась. Ну, вообще, про звёзд, раз уж всё понятно, проще, ты говоришь, многие работают, вообще компания. Все работают, все как-то работают. Ну, вот как сделать так, чтобы найти, нашли тебя именно? Не надо никому ничего доказывать. Не надо никому пытаться утереть нос. Не надо ни на кого злиться. Не надо никого считать конкурентом. Мы действительно, я правда искренне так считаю, что мы все можем дружить и друг другу помогать. И всем всего хватит, если все работают хорошо и делают какое-то своё хорошее дело. Никогда никто не будет мне, никогда я не буду ещё кем-то, да? Блин, ну я вообще этот негатив, честно, не понимаю. Конечно, я с ним столкнулась и в Сочи, и в Москве с тем, что конкуренция, господи, я не занимаю чьё-то место. Я возьму только своё. И если вы делаете это круто, то точно ваши клиенты никуда не уйдут. Факт? Факт. Так же я, я же клиент. Если где-то мне хорошо, зачем я пойду куда-то? Ну, правильно. Ну, на самом деле, чтобы был рост клиентской базы, так скажем, да. Делать больше, чем вы делаете на сегодняшний день. Я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю что-то делаю. Ради того, чтобы что-то было. Даже для того, чтобы держаться на плаву, надо постоянно работать над собой, опять же, да. Я, ну, мне очень важно, да, чтобы это было качественно. Поэтому я тоже учусь. Мне очень важно, чтобы здесь было красиво. Поэтому я постоянно вкладываю в это деньги. Трачу, да, заработанное. Не знаю, для того, чтобы быть на слуху, для того, чтобы ко мне пришли новые клиенты. Либо, так скажем, быть, ну, каким-то авторитетом, да, в этой сфере. Я работаю с журналами, я с ними договариваюсь, я проделываю какую-то работу, да. А вот журналы сами они тебе предлагают вообще вот это? Да. А вот как ты к этому приходишь вообще, что люди ушли? Один раз предложили, попросили, сделала хорошо, отработала на 5 с плюсом. Не просто сделала что-то и забыла. Я вот не знаю, как в последний раз, как для самой себя. Да, потому что не потому, что они скажут обо мне, Аня хорошая, потому что для меня это важно. Это моя репутация, это моя работа, и я это люблю. И поэтому это не тяжело, в удовольствие, потому что. Делать все кайф. Да, да. А чем ты еще вдохновляешься вообще в Сочи, что тебе хочется продолжать больше, больше хотеть вообще? Или все-таки любовь к себе большая? Не знаю, мой мозг перестроился вот после Москвы, он перестроился по-другому. А что случилось с Москвой? А мы в Сочи уже переехали? Вот мы как-то, вроде уже мы в Сочи. Давай расскажу, как взять и переехать с одного города в другой. Я потом просто поменяю, что вот только мы сейчас переехали, и потом продолжим в другой. Из одного города в другой как переехать? Взять, забрать чемодан, купить билет и переехать. Вот и все. Да все, ну а что еще нужно сделать? Ну ты же не делала же до этого? Ну нет. Ну хорошо, ну просто, окей, а что нужно сделать? Это же настрой, это же рамки вообще в голове. Да нельзя ни с кем советоваться. Люди со своей колокольни, ну они скажут только свое мнение и свой взгляд, и это будет их жизнь, а не твоя. Посоветоваться с мамой. Мама скажет, да бог с тобой, зачем, все же хорошо. Я же в 90-х-то научилась, что все хорошо, это когда все хорошо, ты сидишь дома и не выходишь из дома. Посоветоваться с кем? В книжках прочитать? Ну в тех книжках, которых я читала, бери и делай, просто бери и делай. Не знаю. Ты не найдешь ответа на этот вопрос, и это только твоя жизнь, и твое решение. И твердо принятое решение для меня не имеет обратной ответственности. У тебя было просто легко взять и переехать, у тебя решение такое было? Да, я просто собрала чемодан, упаковала какие-то вещи свои и переехала, отправила компанией вещи свои, прилетела с чемоданом. Вот ты переехала, и какие первые ощущения были в Сочи? Круто, кайф, тепло. Блин, я свой день рождения, извините меня, либо в сугробе, либо в грязи. Да, ну либо если ты постарался, то улетел куда-то, да, но не всегда такая возможность есть. А тут я прилетаю и понимаю, что через 10 дней у меня день рождения, и это будет потрясающий день рождения. И сюда не стыдно позвать друзей, и они, если не очень сильно-то и хотят меня видеть, но все равно прилетят, потому что интересно. Интересно, да. Ко мне прилетело очень много моих любимых друзей, и это был крутой день рождения, 2 года назад, кстати, вот, да, 2 года назад, я помню, как сейчас, пальмы, я в туфельках, все чисто красивое, в платьюшке, блин, ну правда, кайф. Я вообще не думала о работе. Я думаю, ну сегодня же хорошо, подумаю об этом завтра. Сегодня же хорошо, подумаю об этом завтра. Как ты считаешь, это правильно в бизнесе? В бизнесе, наверное, нет, когда это уже бизнес. Когда это уже путь к цели. Конечно, это неправильно. Надо сделать здесь и сейчас. Но на тот момент... Но вот с какими сложностями ты столкнулась, приехав в Сочи? Вот какие дальнейшие сложности у тебя были в жизни? Ну, конечно же, перестройка под этот регион, так скажем, менталитет людей, новые люди вообще, в принципе. Конечно, я вышла из зоны комфорта. Ну, а слава тебе Богу, что зона комфорта Челябинска и Сочи, я поняла, что здесь комфортнее, да, по природе, по погоде. Опять же, моя позитивная мысль о том, что завтра будет так же хорошо, как сегодня, не зная того, чего будет завтра. Ну, мы же не знаем. Ну, правда, нужно это признать. Мы уже ничего не можем сделать с тем, что было вчера, поэтому переживать из-за того, что что-то не получилось, или ты чего-то не доделал, тоже не имеет никакого смысла. Это трата энергии, времени, твоих сил. И думать о том, что же будет завтра. Ну, если, может быть, ты как бы практикуешь ясновидение, то, может быть, можно из этого сделать бизнес. Хорошо. Вот ты же, когда переехала, потом уже как-то начала работать, ты на себя сразу начала работать или на кого-то? Нет. Предложили работать в новооткрывающемся салоне красоты. То есть ты готова была на кого-то работать? Ну, да, почему нет? Да, позитивно все было. Почему так, а почему бы и не так, да? У меня не было такого, что я такая сама себе хозяйка была, а тут я ее и тем более. Какой момент вот в жизни должен был произойти, чтобы я готов уйти с этой работы и начать что-то свое делать? Что вот должно быть? Принять твердое решение, что ты не хочешь жить вот так, а ты хочешь чего-то другого. Я свято верю во Вселенную, в ее открытость для нас и ее необъятность. Она правда необъятна. И ее энергетика и связь с нашей жизнью, блин, такая крутая вещь. Если понять, что позитивный посыл твоих мыслей в космос работает, то вообще, ну правда, нет никаких преград или проблем. Просто нужно поверить и чего-то свято захотеть. И можно, выходя с нелюбимой работы, уволиться, выходя, да что угодно может. К тебе может подойти человек, который предложит тебе, там, я не знаю, ему помочь или попросит тебя помочь. А он окажется, я не знаю, там, крутым фотографом и скажет, блин, мне так нужен помощник. А ты понимаешь, что ты всегда бы хотел фотографией заниматься. Или еще чем-то, ты не знаешь исход событий. Но когда ты отправил позитивную мысль в космос, она тебе ответит. И на самом деле некоторые вещи, правда, не поддаются никакому объяснению. И, наверное, лучше не копаться в этом, а принимать эти подарки судьбы, да. Простой пример, правда, я сама была в шоке, и моя подружка Оля тоже. Она на день рождения, в том году, расскажу про нее. Оля смотрится интересно, прямой эфир. В Швейцарии где-то. В Швейцарии, да, у нас. В Швейцарии, да, у них время другое. Она загадала, она говорит, правда, я загадала. Кстати, Оля переезжала с кучей кредитов, кредитных карт каких-то. С Олей, мы поговорим, как она приедет. Она расскажет свои секреты. Как в Швейцарии уехать. Да, кстати. И жить в любви. Да. Короче говоря, были у нее... Просто пример, ну вот этот, правда, такой яркий, от которого мы обалдели. Загадывает она, значит, блин, так хочу, чтобы просто все, никаких кредитов, и я свободна, да. Ну, это морально, да, тяжело, когда... Может быть, финансово ты этого так не чувствуешь, но это морально тебя как-то... Напрягается он как-то. Я убираться дома не люблю. Но почему-то я решила это сделать. И я причем решила так убраться, что в Олиных, во всех этих каких-то баночках, там, что-то я начала копаться. Что мною двигало, я не знаю. Реальная история. Я начинаю копаться, убирать всю, каждую баночку проверять, протирать, ставить или что-то выбрасывать. И достаю какую-то коробочку, в ней еще два отделения такие. Она выглядела так, что умоляла ее выбросить. Я такая думаю, ну вдруг нужна, мало ли. Может быть, мама из 90-х привила, что надо все в дом, все в дом, все хранить. Секреты, как это делать вообще? Ну как, ну просто взяла, начала, попробовала, начала трудиться, вот Оля даже. Ну вот какие-то именно моменты, вот с чего ты начала, и вот какие-то действия, которые было, что вот пошло. Вот люди пошли с интернета, из инстаграма, контакта. Откуда вот эта база вот эта большая берется? Маленькие зернышки, да, все по зернышку. Сегодня ты просто для подружек делал макияж. Просто, да. Просто макияж для подружек. Ты счастливый лег спать, потому что они счастливые ушли на тусовку. У меня было так, подружек крашу, но на тусовки не ходи. А они потом на следующий день рассказывают, что, блин, свели всех с ума с такими глазами. И потом говорят, постепенно спрашивали, а вы откуда такие красивые? Где-то у вас причесывали и красили. Да, Аня дома. А на работу нет, она делала это просто так. По чуть-чуть, помаленьку. Здесь ты проявил себя просто потому, что помог кому-то. Тебя, ну, может быть, не просили, или тебе так захотелось. Или тебе показалось, что надо на съемке остаться, провести ее качественно. Чтобы каждый волосок лежал, да, вот этот трудоголизм, как это, не знаю, все в мелочах. Припудрить носик. Тебе никто за это не заплатил. Как у нас большинство? Так, давайте обсудим, сколько мне за это заплатят, а потом я подумаю, буду ли я на это тратить время. Да, блин, не будет. Обратной связи положительной не будет. Поэтому, не знаю, бесплатно много было сделано работы. По-братски в Сочи как? По-братски в Сочи было сколько сделано, сколько, ну, правда, было чего-то подарено, так, просто, безвозмездно. Пришли на макияж и говорю, блин, давай сделаю прическу, но это неполная картина того, что я вижу в тебе, да. Ну, у меня нет денег, да, без разницы. Ну, что, мне сложно? Мне не сложно. Зато ты счастливая, красивая уйдешь, да. Это потом я уже понимала эту схему, да. Она же мне потом писала и звонила, а не, 20 людям раздала твой телефон. А уйдя без прически, не факт, что это было бы. Но, а вы пожалели свои 15-20 минут, и вам же не заплатили, чаевых не оставили. Вообще, жадность, такое дело нехорошее. Карму портит. Не, ну, на самом деле, очень круто, что ты вот только на позитиве все делаешь, вообще улыбаешься и готова давать вообще. Я столько в ответ получаю. Ну, правда, это... Я же даже порой не верю, то, что я слышу о себе, как все происходит в моей судьбе, там, не знаю, жизни. Правда, столько позитивного в ответ, порой непонятного. Я недорассказала ситуацию про Олю, непонятное. Значит, я прибираюсь, достаю вот эти какие-то штучки, в белой бумажке что-то завернуто. Думаю, ну, мало ли у доктора что-то может быть. Хотя посмотрю, интересно. Это потому что, ну, точно она бы туда не... она бы это выбросила. Это выглядело так. Я разворачиваю, вы не поверите, вот просто вы не поверите. Пятитысячные ровные новые бумажечки в 100 тысяч. Оле не хватало ровно 100 тысяч, там, 98, чтобы закрыть все кредиты. Она плакала и была в шоке. Она говорит, это вообще откуда? Я говорю, ты мне объясни, она говорит, ну, чтобы я куда-то такую нычку там, ну, такого не было, я этого не помню. Как вы мне это объясните? Ровный, из банка как будто вчера кто-то принес. Домой. Домой. Причем, да, домой. Только не выяснили, откуда? Нет, а как мы выясним? Ключи у кого-то, может, еще были? Квартира съемная, хозяйка. Это было в воленных вещах. В воленных вещах. Может, она скрывала что-то? Государственную? Налоги не платила. Окей, вот какая разница, как это работает. Она загадала желание, пришло решение ее вопроса и исполнение ее желания. Все. Больше знать ничего об этом не нужно. И так же, как было у меня. Переезд в Москву. Аня, господи, боже мой, пробки, кошмар. Как жить там? Как дышать? До работы добираться будешь час. Или вообще ужас какой-нибудь, трэши. Квартира стоит непонятно. Нормально жила в центре. Здесь мне надо работать. А почему ты уехала? Куда? Из Москвы. Из Москвы сюда. Наверное, я очень люблю Сочи. Наверное, моя студия, это мое место, моя семья. И там я была по найму сотрудников. Это был, опять же, выход из зоны комфорта, проверка себя, что-то интересное, прикольное. Мне, на самом деле, понравилось из города в город переезжать. Это несложно. Ты, правда, собираешь чемодан. Не нужны эти все вещи. На самом деле, опять же, начитавшись книжек и тренингов, приходит к тебе больше, когда ты избавляешься от старого. Вот я прям ящиками готова вещи выбрасывать из дома, которые уже не было. А какие книги вот ты читаешь вообще? Я так с названиями. Сейчас скажу. Ну, очень меня впечатлила книжка «Мани» или «Азбука денег». Там на примере ребенка и собаки показано, как даже маленький ребенок может зарабатывать деньги и сделать из этого бизнес. Крутая книга, читается очень легко, и тебе становится понятно, а какого хрена тебе 30, а ты ноешь, что ты на нелюбимой работе, у тебя нет денег. Честно, я, конечно, жестоко расправляюсь с теми, кто ноет. Ну, правильно. И мои друзья не дадутся в раке и говорят, блин, так, что вообще все, хватит. Ну, ты же даешь мотивацию этим, так же вообще этим людям. Это же лучше. Это круто. И на самом деле я рада, что я могу кому-то дать веру. Если вот у человека нет веры в завтрашнем дне, я очень рада, что мои друзья, были такие случаи, меня услышали. И я прям рада и благодарна себе и им, потому что, ну, я не знаю, что это была дикая интуиция. Опять же, я же ничего плохого не советовала тогда. И это был не совет, это больше был разговор, что ты сильная, ты сможешь. Не знаю, банально, но это просто вот в 4-5 часов, конечно, растягивалось. Ну, вот этот разговор был об этом. И не совет уходить с работы или еще что-то. Понять, что ты хочешь, что тебе нравится, что доставляет тебе удовольствие. Если ты сидишь и говоришь, что, блин, мне плохо, я страдаю, уйди. Как, я боюсь. Ну, что ты боишься? Ну, правда, рук, ног нет. Ну, вот на улице же гуляют без рук, без ног. Да, люди, у которых нет рук и ног, становятся олимпийскими чемпионами. И очень стыдно, правда, говорить, что не получилось, или я не могу, или мне сложно. Ну, правда, опять же, у всех планки же разные. Кто же не говорит, миллиарды все должны зарабатывать, никто этого не говорит, правда. Я не буду зарабатывать миллиарды, я этого не хочу. Пусть мой миллиардер зарабатывает. Когда допущу до него, да, вообще? Когда дойдем до него? Да. Вот скажи, вот с сотрудниками вообще еще момент, ты сейчас начала обучать? Ну, я уже обучаю. Для меня давно. Вообще, макияжем я занимаюсь, вот, грубо говоря, в феврале три года. И путь мой от человека, который не знал, как ответить на вопрос, кто ты есть, и человек, который, да, надо уметь признавать свои какие-то заслуги, чего я ты добился. Это правда, это тоже труд. Да, есть студия, есть команда, есть бизнес, есть статьи в журналах, там, не знаю, есть прекрасные отношения со звездами, которых я красила, да, и, ну, не знаю, есть деньги, есть машина. Кстати, для меня это тоже прям было... Целью? Не цель, а, ну, пункт, пункт, который я должна была сделать для себя, потому что мне их дарили до этого, да. Значит, вот я хотела, я хотела сама, я хотела, вот, блин, так, чтобы... Сильное желание хотеть, это всегда помогает добить, да? А вот название, каким образом ты подбирала вообще? Путь три года, я вот что хотела сказать, да. Быстро, медленно, не знаю, для меня кажется медленно, я вообще нетерпеливая, наверное, это мне помогает. Мне надо вчера, я прям, это как у меня девочки смеются, я говорю, блин, во мне живет маленький Наполеон, слава богу, что он маленький, и слава богу, что это не торм. Он, клянусь вам, каждый вечер говорит, блин, ты почему не сделала вот это, почему ты на тренировку сегодня не ходила, хотела же, вчера мы договаривались с тобой, почему ты не написала список того, что нужно сделать на завтра, почему ты не убралась дома, почему ты не позвонила тем людям, которым ты должна была позвонить, почему ты это вот это не сделала, он, короче, меня мучает, мы ложимся с ним спать утром. По сетерам какой-то. Ну он такой, блин, почему-то во мне живет. Нет, ты встаешь, ты не делаешь то, что он тебе говорит. Вот, слушайте дальше, сейчас расскажу. Утром я такая, ну я же девочка, я же, блин, по-это, по-попотягиваться там, да. Кстати, в Сочи я стою без будильника, всегда вот на это же время. Это прям для меня очень круто. Хотя я люблю поспать. Утром он говорит, ты еще лежишь, ты обнаглела, уже, уже восемь, уже, уже побегать, уже позавтракать, уже начать работать. И это мной движет. Я встаю, конечно, честно вам признаюсь, да, я так и не начала бегать, но... Все равно я иду к тому, что я начинаю писать, планировать, выстраивать себе дедлайн. Я очень неорганизованный человек, я творческая личность, и для меня, ну, вроде и так все хорошо. Я такая девочка, и комплименты сегодня получила, может, бегать-то и не надо, и не сильно люблю, да. Опять же, не было, нет цели. Вот как только появится цель, я не знаю, там, суперидеальное тело, да, я к этому буду идти. Потому что у меня был такой опыт, я занималась кикбоксингом, мне, во-первых, это нравилось дико. И я на тот момент хотела сделать лучше на порядок свою фигуру. И за два месяца были колоссальные изменения и фигуры, и в спарринге у меня все было прекрасно, да. Потому что у меня просто глаза горели. Я шла на трехчасовую тренировку, я на нее бежала. Я из нее выползала и понимала, что завтра у меня бег двухчасовой, потому что это обязательно. После завтра у меня бег двухчасовой, а потом опять трехчасовая тренировка. Мне казалось, что лучше этого на свете нет. Ничего, мне это нравилось. У меня была цель, я к ней шла. Ну вот и так, ну, видимо, как-то не знаю, немножко Сочи меня чуть-чуть расслабляет, наверное, в каких-то моментах, да. Вот со спортом я еще до конца не подружилась, да. И так это нету в моем образе жизни, чтобы это было постоянно. Такая немножко ленюсь. А многие другие вещи, то, что было не сделано вчера, да, я встаю и делаю сегодня. Потому что понимаю, что я не хочу, чтобы этот Наполеон опять мне выносил мозг вечером, да, от того, что... И мне было от этого плохо. Я начинаю себя немножко... Ну, как сказать? Слово я забыла. Не критиковать. Ну, говорить, что неправильно. Так нельзя. Если ты хочешь вот это, то тогда это нужно сделать. Это нужно сделать окей не сегодня в 11 часов уже, да, а завтра. Завтра в первой половине дня. И если бы я так себя не, ну, как бы не держала в руках, этого ничего бы не было. Правда, физически тяжеловато работать без выходных. И когда мне иногда говорят, блин, умничка, в воскресенье работаешь. Я такая, а, да, в воскресенье, уже какая-то другая неделя, да, пошла, пойдет завтра. А я еще и, ну, не видела этой границы, да, и уже месяц закончился. А это вообще хорошо в работе? Если она тебе нравится. И если это не негативно, не влияет на твое состояние, да, нельзя. Это, опять же, баланс нужно держать. Я же учусь этому, да, это для меня первый мой опыт. Но, опять же, наверное, если есть вот такая планка, то надо и столько и делать. И, ну, никак не крути, да. А если у тебя вот, ну, такое какое-то желание, да, можно немножко и тут, и там. А планку надо всегда какую держать? Ну, ну, людям целеустремленным, наверное, всегда ее повышать. А опять же, станет неинтересно. Ну, опять же, достигая чего-то, да, вспомним институт. Я думала, что я буду самым счастливым человеком на свете, когда у меня появится автомобиль. Еще и дорогой, еще и салона. Все, счастью будет, не будет предела, и оно не закончится никогда. Оно закончилось. Дальше, дальше, больше, вот это, все, да. Вот какие-то такие вещи материальные, они очень быстро перестают радовать и доставлять вот то истинное счастье и кайф. Ну, правда. Также хотела я купить себе машину. Я очень ей радуюсь, да, я благодарю там, что она у меня есть. Она мне очень помогает в Москве особенно, она меня прям спасла. Ты на машине поехала? Ну, я перевозила ее на поезде. Кстати, кто хочет перегидать автомобиль, подскажу, как мне дорого. И номер телефона. Не, на самом деле есть РЖД-перевозки, очень круто. Сутки она там и обратно также. Она со мной путешествует, кстати, и вообще она родом из Челябинска. Серьезно? Ну, не родом, я купила ее там. Ну, короче, из Москвы приехала в Челябинск, из Челябинска она приехала в Москву, из Москвы в Краснодар. В Краснодар я приехала за ней, на ней в Сочи, и Сочи на поезде в Москву, и обратно в Сочи. Это как собака, только собака осталась там. Ну, все страдают, да, Аня перемещается, и все со мной, ладно, дом. Кстати, дома есть, да, перевозите, которые кажутся? Какие у тебя еще есть цели дальнейшие? Сейчас у тебя, в принципе, есть бизнес, есть машина, собака. Ну, блин, бизнес, да. Это не бизнес для тебя? Нет. Ты же зарабатываешь на этом. Зарабатываю, но я, конечно, отношусь к этому как реализации себя. Вот моего и творческого начала, и момента, ну, и не бывает, когда ты делаешь что-то очень хорошо, ты должен получать финансовое вознаграждение 100%, по-другому никак, да, ты тогда, тебя не будет это мотивировать, да. Поэтому здесь такой баланс и творчество, и семья, и хорошо. Ну, на самом деле, каждый день с утра до вечера макияжа я не хочу сейчас делать. Насытилась, и, ну, хочу что-то другое. Есть у меня проект, мысль, да, как в другом себя рисовать. Ну, цель какая вот сейчас вообще у тебя дальнейшая? Может, квартиру купить, замуж выйти? Нет этих целей, я хочу, блин, в удовольствие все, чтобы было. Я хочу путешествовать. А почему ты не путешествуешь? Почему ты хочешь и не делаешь? Сейчас нет времени, либо нет финансовой возможности. Потому что, что такое бизнес? Надо еще, кстати, 10 раз подумать, чтобы захотеть бизнес себе. Бизнес – это ты не спишь, ты за все переживаешь, как ни крути. У тебя всегда момент, тебя, который держит в тонусе, это как, блин, маятник или что там, капает на темечку тебе, да, что ты не можешь завтра полететь в Париж. А что ж ты не радовалась, когда ты могла там? Вроде как бы и зарабатываешь, и не можешь поехать. Ну, конечно, бизнес все время требует вложений. Для того, чтобы апгрейдить его, для того, чтобы сделать что-то лучше, для того, чтобы вообще процесс этот не останавливался. А сколько ты это будешь делать? Я думаю, это бесконечность. Ты не поедешь за границу? Нет, я имею в виду, что вкладывали в бизнес, нужно все время. Нет, я вот понимаю, вот ты говоришь, надо желание делать свое. Я сейчас хочу еще немножко в другом направлении развиваться и, свято верю, зарабатывать там намного больше. Немножко другим путем тем, который я знаю. Он мне как бы знаком, скажу, да, наверное, что-то вокруг да около. Ну да, расскажи уже наш второй бизнес. Мне очень интересно, многие, конечно, заохают и заахают, это сетевой маркетинг. Это сетевой маркетинг, построенный на криптовалюте. Наверное... Нашумевший такой. Да, это рядом с нами. И вообще, я уверена, как сильно и искренне улыбаются те люди, которые купили, да, когда-то там давно, ну, а им говорили, куда, куда ты лезешь, а они купили, ну, и все хорошо, им без разницы, да, на тех, кто это говорил. Поэтому, а мне вообще, в принципе, на общественное мнение, тем более негативное, или тот, кто хочет наложить на меня свою жизнь, да, мне неинтересно. Это сетевой маркетинг, построенный на криптовалюте. Например, я сетевой маркетинг знаю, я им занималась 18 лет, была команда, был какой-то рост, у меня есть какой-то путь, который я там прошла, я очень на многих тренингах была, они крутые. Это тренинги продаж. Это не тренинги, как кого-то обмануть. Это тренинги, как нужно выстраивать, я не знаю, встречу, как продавать правильно и грамотно. Это тогда еще 18, я это все намотала на ус. Но я всегда это интерпретирую, исходя из своего личного ощущения мира. Я не буду продавать то, что мне не нравится, или то, чем я не пользуюсь, или то, во что я не верю. Поэтому сетевой маркетинг для меня понятен. Я его не боюсь, это очень крутая бизнес-модель, так скажем, наше государство, это сеть, структура. Большая. Кто-то не знает внутренности и всего боится вообще в принципе. Вообще наш мозг устроен так, чтобы нас защищать. А как нас защищать? Боязнью, страхом, что не надо этого делать. Поэтому многие решения не приняты, потому что наш мозг нас защищает. Вот как меня мозг защищает не кататься на сноуборде. Все катаются. Говорят, Ань, вообще вот горка, чуть ли не вот как ты по асфальту ходишь. Я говорю, да не-не-не, видео смотрю, меня аж в пот бросает. Ань, я встала первый раз сегодня, прокатилась кайф, круто, не страшно, не скользко. Ты упадешь на попу, это не больно, мягкий снег. У меня другая картина в голове, потому что мой мозг защищает меня. Мои руки, да, это мой хлеб, да, ноги. Наверное, вот это какой-то страх, что-то сломать я никогда ничего себе не ломала, поэтому, да, он меня защищает. Ну, согласись, все катаются на сноуборде. Я нет. Как-то так у меня тоже, наверное, такое. И так во всем, да, наш мозг нас защищает, останавливает, предупреждает, что там опасность, мы этого не знаем. То, чего мы не знаем для нашего мозга, для нашего организма, это опасность, это нормально. О, как ты борешься с этим вообще? Ты борешься с этим? Вы хотите уйти? Нет, мы не хотим уйти. У нас все хорошо, да? Я говорила, что надо начинать с утра. С утра. Я правда могу говорить. Нам надо было с утра, а ребята пришли бы в 7. В 7 утра? Нет, вечера. А мы бы разговаривали еще. Вот как раз уже с темы. Ладно, давайте подытожим, что я делаю. Блин, я не боюсь. Давай о бизнесе немножко. Давай о бизнесе. Что надо, что сколько купить косметики? Да до хрена. Да, это я думаю. Надо ее убить. Надо пропахать, блин, такое поле не паханное. Ну, правда. Но это будет делать несложно, если ты делаешь это в кайф. И так во всем. Я уверена, те, кто занимается спортом, мы на них смотрим, потеют вообще капец. Он занимается там 5 раз в неделю, живет эту курицу там, да, и еще и причмокивает. А он делает это реально в удовольствие. Он, она. Потому что есть цель, и получает человек позитив от результатов, да, еще от чего-то. Ну, много можно найти причин, да, почему человек этим занимается. Ну, вот, а мне непонятно, как они потеют. Я что-то не всегда получаю от этого удовольствия. От кингбоксинга получала, поэтому бежала туда и занималась этим. Поэтому любимое дело никогда не будет тяжелой ношей. И опять же, те, у кого есть свой бизнес, да, не дадутся врать. Ты кайфуешь от того, что ты потом видишь, слышишь. Блин, есть крутые бургеры там, не знаю. Ну, вот посоветуй девушкам, парням, которые работают на кого-то. Увольняться нахрен тебе. Я не знаю. Кому-то нравится работать на кого-то. Подожди. Вот знаешь, опять же, не могу дать совет увольняться. Другой час пойдут, да, вообще? Да, нет, просто надо 10 раз подумать. Возможно, в этом есть у человека комфорт, кайф, ему там хорошо. Есть же работа на кого-то. Подождите, мои девочки тоже на меня работают. Что я вам скажу? Блин. Иди работай. Ну да, в соседних домах в своей студии, ну, можно их спросить, им комфортно. И, ну, просто я не создаю такого ощущения, что я тетя начальник. Ну, согласись, но не каждый же может быть начальником и бизнесменом. Нет, не каждый. Надо просто найти свое. Кто-то может работать в крутой компании Google, там, да, и кайфовать от этого. И ему не надо никакого ИП, никакого этого геморроя, правда. И это круто, и это правильно. Вот в твоем бизнесе, какие фишки вот есть у тебя? Есть мысль хотя бы одна. И надо дать возможность вырасти и превратиться в дерево, которое будет приносить яблоки вкусные, которые эти яблоки можно продавать, построить потом экоферму и создать империю по яблокам. Почему нет? Даже вот на яблоках можно. Совет любить себя, правда, это самое главное, любить себя и свою жизнь. Правда, завтра может не быть. Завтра может не быть, и надо это понимать. И вчера тоже никогда не случится. И рисковать. Да не надо рисковать, я тоже не рискованный человек. Надо просто дать себе шанс. Сделать то, что хочется. Ну, в целом, все ясно. Не уходите подарки. На самом деле, вправду, много что есть еще рассказывать. Я понимаю, что, да, о твоем бизнесе мы можем еще больше разговаривать о каких-то деталях, моментах, почему ты так вообще назвала, сколько людей ты там нашла, как ты держишь своих сотрудников. Мы вдвоем просто поговорим еще здесь. Я думаю, что, да, подытожим вообще. Какие-то советы дашь просто? Три совета от Ани Пятибратов. Давай. Говорите. Три совета. Любить себя, свою жизнь. И, ну, правда, не заморачиваться. Столько заморочек. И вообще все заморочки приводят к рамке. Надо, надо, блин, чувствовать вот эту тонкую грань, когда ты что-то делаешь, ты получаешь от этого удовольствие. И ты поймешь потом, и жизнь тебе подскажет, я не знаю, Вселенная даст тебе все. И не важно, что это будет, работа на кого-то или не работа вообще. Кто-то, я уверена, кто купил биткоин, или как они, как правильно назвать? Биткоин. Мне вот правда, мне даже без разницы, как это называется, что с ним происходит. Я просто знаю, из сетевого маркетинга, у меня ошибка. Назови Аня Брадов. Кто-то там, кто ее купил когда-то, по-любому, этот человек мечтал ничего не делать и просто лопатой деньги гребсти. И просто выиграть джекпот. И его мечта сбылась. Как это произошло, я не знаю. Действия. Да? Ну, он хотя бы взял и купил. Он уже сделал шаг. Хотя бы один. Он это сделал, несмотря на то, что ему говорят, несмотря на то, что чего он боится. Может быть, это были последние его там 60 баксов, или сколько он там стоил, и тить его мать. Мне никто не подсказал это сделать. Все, все. Все просто. Да, делай шаг хотя бы один. Просто не бояться и делать вообще. И это реально обычный такой простой совет. Просто делайте, не бояться. И все, что внутри, в душе глубоко находится, сердце подсказывает, вот это вам надо делать. Вот вы берете и делаете, не боитесь вообще. Анечка, тебе спасибо большое. Прям ты вдохновила. Я считаю, что сейчас каждый чем-нибудь займется вообще уже точно после твоих советов. Ты очень позитивный и яркий человек. Спасибо. Это вдохновляет. И я даже не удивлен, что твои друзья растут только потому, что ты такая яркая, и ты стимул какой-то даешь. Так что многим таких друзей окружайте только правильными людьми себя. Надо помогать друзьям тоже, когда им плохо. Ну правда. Ты прям такая заботливая вообще. Я хочу, чтобы рядом со мной были счастливые люди, успешные, богатые, красивые. Поэтому я не могу смотреть, когда подруга говорит, нет, я не смогу, я не такая. Ну, возможно, мне в этот момент хочется спать, я устала или еще что-то. Но я верю, что она сможет и нужна. И найти себе друга, как Аня, которая будет всегда поддерживать, помогать, толкать, пинать вообще под жопу, чтобы всегда у тебя все получалось еще. Анечка, тебе спасибо большое. Очень круто все было. Ты молодец вообще. Все приходим к Ане. Честно, мне бы хотелось здесь просто сидят те, кто меня не знает, и что-то можно делить на 50%. Поднимите руку, кому я хоть что-то хоть раз сказала, и это помогло. Я. Тысячу раз. Тысячу раз. Блин, ну правда, это работает. И я хочу, чтобы рядом со мной, рядом с вами... Может, ты здесь будешь сидеть все-таки, вообще люди будут приходить, это... Внимать. Это тоже неплохо, тоже надо давать. Ну что, мне тогда кормить надо. Извини, не ходите. Кормить, да, есть кто. Я очень хочу, чтобы мы быстро разыграли подарки. Будем дарить подарки. Подождите, можно вопросу дать? Да. Все написали фамилии на бумажках? Да, конечно. Напишите, пожалуйста, фамилию, бумажку, да. Зайка, все привезли? Да, 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 и там все ждет. Господи, давайте быстрее, наштут обалденные бургеры, они стынут. Капец. Сейчас засунь. Меня надо останавливать, ты слышишь, я же вообще... Коша, мне надо с утра. Я понял, что ты со мной можешь разговаривать бесконечно вообще. Я как бы пытался все-таки тебя не останавливать, потому что было интересно слушать вообще. А как мне рассказать то или иное? Потому что звенья одной цепи, и одно звено убираешь, и непонятно. Как? Мне, в принципе, даже не надо было тебе вопрос задавать. Ты бы рассказывала вообще все как есть, все четко вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА